Есть ли жизнь за решеткой? Ответ на этот вопрос нельзя получить, не побывав по ту сторону колючей проволоки. В канун дня тюрем мы посетили Ивановский следственный изолятор номер один. Это глаза СИЗО. 144 камеры охватывают 80% периметра. Приборы видеонаблюдения установлены по всей территории режимного объекта. На всех постах в камерах. Сотрудники круглосуточно следят за дисциплиной. У меня 55 видеокамер. В основном это периметр учреждения. И видеонаблюдение внутри камер в карантине на спецволоке. Особое внимание побега. Опасные места. Это весь периметр, кроме участка, который смежен с 7-й исправительной колонии. Места по грузке распространения транспорта, где могут заключенные попасть в машину. Глаз не замыливается. Опытные офицеры уже знают, на что нужно обращать внимание. Чаще всего заключенные нарушают режим сна, переговариваются или заклеивают видеооборудование. Через эти кабинеты проходят все попавшие в СИЗО. Спецконтингент тщательно осматривают врачи. Любые болезни предотвращают на корню. По статистике, каждый 20-й попавший сюда заражен одной из форм туберкулеза. Сложилось мнение, что тюрьмы рассадник этой болезни. Врачи медсанчасти опровергают этот миф. Говорят, что такого ухода и такого современного оборудования, диагностика на нем совершенно бесплатная, не часто встретишь и на воле. Человек, попав к нам, и мы его сразу же взяв, так сказать, в оборот, провели флюорографическое обследование, провели необходимое обследование и тут же изолировали от основной массы подозреваемых, обвиняемых, осужденных. То есть он сразу же становится безопасен для окружающих. А на свободе он как раз был в массе, здоровых граждан, не подозревая о том, что он опасен для окружающих. То есть здесь как раз и получается фильтр своеобразный. В тюрьме может быть и макароны, а в сезон номер один сегодня на ужин тушеная капуста с рыбой. Несколько человек из спецконтингента обязательно с профильным образованием и санкнижкой ежедневно готовят завтраки, обеды и ужины для всех 800 человек. Сами заключенные рассказывают, кормят тут сытно, голодным никто не уходит. Меню пытаемся разнообразить по максимуму. Понятно, что на такое количество человек нельзя каждому приготовить что-то новое каждый день, но в течение недели меню постоянно меняется. Рыба, мясо, крупы, картофель, какие-то овощи, то есть это обязательно присутствует в меню. Даже в плоти сгущенного молока, сыра, соков, творога, то есть обычное молоко, все это обязательно присутствует в меню. Представление о жизни за решеткой у находящихся здесь первоначально было другое. Они и подумать не могли, что жизнь продолжается даже в неволе. Думаешь изначально в худшую, а потом, когда ты заезжаешь, попадаешь сюда, ты понимаешь, что здесь не так уж все и плохо. То есть везде люди есть, везде можно жить, существовать. Единственное, что у тебя ограничение свободы. Ты не можешь просто куда-либо пойти, что-то либо сделать, а так ты не отстаешь от мира. То есть ты все знаешь, ты все видишь, тебя обо всем информируют. За год через Ивановский следственный изолятор проходит 5000 человек. Жизнь здесь буквально кипит. Корпуса ремонтируют, закупают новое оборудование, предпринимают все, чтобы облегчить жизнь тем, кто приступил закон. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.